Почему я так устаю? Почему это так сложно? Ну а чат-рулетки, потому что одно и то же, и типа одни и те же вопросы. Да, да. Да не то, что даже одни и те же вопросы, просто... Заюбывает. Заюбывает, да. Одно, ну, как бы, когда сидишь часа четыре, на том же месте, минимум. Это еще фигня, я по 12 часов сижу, 12, 8. Нет, я раньше так сидел, сейчас я таким не страдаю, банально, просто времени не было столько, чтобы сидеть по 12 часов. А так, да, из 12 часов, если там минута хорошего контента будет, это прям хорошо. Но я не отбираю, я чисто просто стрим бомблю и все. Пока, но новичок 8 дней, короче. И поэтому так долго, хуярю, хуярю, типа долго сижу. Наоборот, 380 человек. Ну, 380 человек, это тоже хорошо. Особенно для начала. Блин, ну вот насчет рекламы, думаю, что там заказывать, может, и реклама. Ну, все говорят, блять, контент, у тебя нет концепции, какая реклама. Типа, бессмысленно. Ну, блин, опять-таки, смотря где ее покупать. И если на начале, вообще, глупо покупать рекламу, реально глупо. Если ты сам еще не понимаешь, куда ты вообще растешь, что ты делаешь и прочее, смысл. Ну, грубо говоря, тебе правильно рекламодатели, да, грубо говоря. Ага. Типа, например, у кого ты хочешь купить рекламу, они тебе говорят, ну, хорошо, мы пререкламируем, а мы будем рекламировать что-то. Ну да, а ты ответить не можешь, да, какая фишка, да, типа. Да, и все, и на этом, как бы. Даже целевого пользователя ты не знаешь, типа. О, да, 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 именно, поэтому, когда ты это все узнаешь, когда ты свою нишу прощупаешь, может, ты вообще рулетку дашь и стримить не будешь, оно тебе не нужно было. Ну, я так по началу, чисто из-за карантина, так оно мне не особо интересно, это вот так. Ну, и мне вот, я в свое время просто тоже ее начал стримить. Посидел такое, ну, прикольно, как бы, аудитория появилась, все, но я понял, что тотальная деградация идет. Ну, просто, знаешь, для людей, которые заходят там часик посмотреть, для них это прикольно, типа, весело. А для тебя, когда личности, ты сидишь там на 15 часов, вот просто тут наютупейший образом проводишь. Да, 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 и ты сам начинаешь как-то разбогаться, и, ну, это не есть хорошо. И, знаешь, когда ты сделаешь перерыв, вот я, допустим, взял перерыв, я так на своем канале написал, типа, ну, не написал, а я видосы пилил, что, типа, ну, ребят, я буду ходить в другой формат, потому что, ну, как бы, рулетка это такое. Я поскрывал половину роликов, которые были связаны с рулеткой, и оставил только такие более-менее нормальные. А зачем скрыл? Ну, типа, зачем скрыл? Ну, все равно же как-то эта аудитория, набирается этот рейтинг. А, блин, ну, все равно, мне там эти 20 тысяч просмотров, грубо говоря, ну, типа, они роли не играют. Как бы, я такой сидел, ну, зачем оно надо, если мне больше структура канала нужна больше, имидж канала нужен, если, нежели вот что-то там, где-то, какой-то СМИ. Глупость, да, короче. Да, и беру. Что? На что переключился? Музыка, может, я вот хочу, типа, ну, к музыке, но что-то лень. Не, музыка это слишком. Я, честно сказать, просто переключился на какие-то свои мысли, и все, я просто начал высказывать свои мысли, и такой думал, кому это вообще зайдет? Нафиг это вообще кому-то нужно? А в итоге, ну, людям зашло, почему бы и нет? Но это без стримов или на стримовые тени? Нет, это без стримов, просто, вот, ты сидишь, грубо говоря, там, пришел с работы, сел такой, думаешь, блин, вот, у меня такое настроение, хочу про это рассказать. Ну, включаешь камеру и пишешь. Ну, я просто начинал, но фишка в том, что никто вообще не смотрел, там, знаешь, ни лайков, нифига, типа, не интересно. Не, ну, смотри, какие темы ты поднимаешь. Естественно, если ты там что-то такое затрагиваешь, у тебя мысли сами по себе, они скудны и обыденные, то, естественно, там, ну, люди смотрят. Ну, а в чем прикол? И все из-за харизмы тоже зависит, знаешь, если человек там сидит, рассказывает, ну, вот, ну, так. Ну, да, типа не нудный, короче, не надо быть слабым. Да, ты сидишь и просто на вате как-то, я когда вообще создавал канал, непосредственно создаешь его по таким канонам, ничего от этого не ждешь. Ну, да, для души, чисто за души. Для тебя видеодневник какой-то ведешь, грубо говоря, и все. Вот ведешь, ведешь, ни на что не ждешь, а потом в один момент это выстрелит. У меня выстрелило буквально там через, ну, чтобы не соврать, через месяца-полтора месяц. Я вообще не ожидал, как бы там было 500 просмотров, 1000 просмотров, ну, бывает. И в один день просто один ролик, там, на 10 тысяч выстреливает за сутки. Ты такой думаешь, блин, прикольно. Это без стримов, без ничего. Ты просто заливал, заливал, заливал и высказывал свои мысли, ничего не ждал. А сколько у тебя роликов тогда было, ну, типа, штук-трисовок? В общей сложности. Да, наверное. Блин, не, не куча, я наоборот, я пытался взять именно качественно. Я сидел, учился монтажить, звук обрабатывать и прочее, вот такие моменты. Ну, в общей сложности роликов было, ну, сейчас на канале где-то 12 роликов, если я не ошибаюсь, но в тот момент где-то было 18. Шесть из них я там скрыл. У меня просто 300 с чем-то роликов, но это тебе чисто мусор. Нет, нет, это мусор, да, вот именно что. Тебе нужно более качественно к этому относиться, знаешь, более не количеством брать, а именно качественно. Вот все посмотрел и сам для себя, грубо говоря, и там можешь знакомо, можешь вообще рандомным челиком скидывать свои ролики и, типа, попросить, типа, хуйта или нет. Типа, рандомный челик тебе всегда скажет правду. Ну да, честно, не спиздит. Ты кто такой, иди нахуй. Либо скажешь, типа, бля, ну, в принципе, в принципе, типа, нормально, я бы тебя посмотрел. Я таким темпом пошел, и мне многие люди говорят, типа, блин, заходи, снимай. А я сидел смотрел и думаю, блядь, это хуйня, я могу лучше, я могу лучше, я могу лучше, и все. Поэтому здесь не количеством, и здесь все зависит от желания. Знаешь, если ты будешь, типа, делать это для того, что, ну, надо, надо это сделать, я хочу, да. Это, а другое дело, это порыв, ты сидишь, вот у тебя там что-то накопилось, ты хочешь об этом рассказать тоже. Ну и, конечно, последнюю роль. Почему, знаешь, многие загибаются, потому что многие не знают про оптимизацию, про села, да, и из-за этого люди загибаются. Потому что смотришь иногда людей, у них на самом деле какой-то качественный контент, который видишь, что человек нравился. Да, просмотров мало, всего мало, а из-за чего, потому что он банально там неправильно теги выбирает, неправильно темы поднимает, неправильно ранжирует свои видео. Вот, ну, какие-то банальные вещи человек не знает именно в оптимизации. И из-за этого его ролик он ничего не набирает. Грубо говоря, даже там банально у него превьюшка, да, сама по себе, она не кликбейтная какая-то. Ну, знаешь, откровенно кликбейтом делать это такое себе тоже, но вот просто превьюшка, она должна быть броская. Если она у тебя не броская, она у тебя там потеряется среди всех и всё. Ну, превьюшка это юзер пик, да, получается, которая значок... Да, 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 пикчем. Блин, у меня слабый, неяркий, вот я с этим всё работаю, типа, ну, получше стало, ну, надо более яркий, короче, как у топовых, я посмотрел. Да, 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 я тебе говорю, вот это, это очень сильно влияет, вот это, честно говоря. И меньше какой-то там воды, там, типа, вначале, блядь, заставка на 20 секунд, блядь, ещё что-то. У меня вообще заставки нет, сразу, типа, погнал, че-то влияет. Это, ну, вот, не надо, да, ты можешь в тезисно там что-то объяснить в самом начале, типа, поздороваться, тезисно объяснить, сказать, вот, будет то-то-то-то-то. Мне даже люди говорили, вот это не надо, типа, вначале, что, типа, было тебе, говорю, ну, как не надо? Человек зашёл, он меня не знает, а тут я ему такие хайлайты какие-то. Типа, показываю, он на это смотрит, такой думает, типа, ну, в принципе, могу посмотреть. Ну, типа, представиться. Представиться, да, получается. Что ещё раз? Представиться, ну, то есть, вот я такой-то, такой-то там делаю. Нет, мне не точно представляется, ты просто, ну, заходишь и говоришь, типа, ну, как у меня это было, типа, ну, группа говорил, сегодня в ролике, и ты показываешь, вот то-то-то-то. Человек сидит, и ты ему за 10 секунд показываешь, что у тебя вот такой контент. И он уже за 10 секунд понимает, он ему нужен или нет. Когда ты начинаешь сразу видеть, у человека сидит, он не знает тебя, он такой сидит, такой, блядь, и что ты будешь делать? Ну да, и он свернёт, типа. Да, и он сливается, потому что в самом начале нужно аудитор непосредственно удерживать. Если я вначале не лопукал, то всё, она ушла и пошла дальше. Поэтому как-то так. Нет, стрим — это тоже прикольная вещь. Честно сказать, я даже не пробовал стримить. Я, ну, не запускал, мне это неинтересно. Ну, там просто донатят вот эту вот фишку, типа. Ну, меня что-то тут накидали даже. Или это всё мелочёвка? Господи, так что эти донаты? Я тебе говорю, блин, не знаю. Ну, когда ты на обычной работе работаешь, всё как-то прикольно. Я просто хочу, типа, чтобы дома сидеть, не работать, ну, с 10 до 10, вот этими числами. Ну, вот видишь, у тебя непосредственно, ты сейчас руководствуешься теми мыслями, целью наживок. Ты от непосредственно стриминга ждёшь прибыли. Это заветом уже... Ложное, да? Неправильно, да, это... Ты сидишь и ждёшь. Тебе надо наоборот, знаешь, это сделать как хобби и просто... Ну, так оно... Изначально я даже не думал, что мне кто-то будет скидывать, ну, типа, а потом по чуть-чуть, ну, начали скидывать, и я такой думаю, блянь, ну, было бы здорово сегодня заработать. Типа, деньг. Ну, я тебе говорю, что... Не, это здорово непосредственно, но... К этому нужно относиться непосредственно как... Ну, к плюшкам, знаешь, типа, ну, скинули, ну, приятно. Ну, да, 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 не останавливается. Ну, это не надеется, да, особо, потому что, блин, ты тогда станешь заложником, знаешь, как многие там ютуберы, многие стримеры сейчас, тупо из-за того, что это их основной заработок, они сидят и непосредственно прям из себя выжимают. Да, тут видно, человек, он не хочет стримиться, он сидит уже вот, ну, через не хочу, он уже дичь какую-то говорит, но он понимает, что ему надо бабки заработать, и поэтому вот он сидит, там, говорящей головой работает. Понимаете? Ну, это как заложник своего образа, да, типа, ты... Да, 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 почему многие издуваются, потому что, блин, одно дело, когда ты в самом начале на чистом энтузиазме начинал стримить, там, сидел, у тебя прикольно, это одно, да, а другое дело, когда ты уже сидишь, ты себя просто последний соки выжимаешь, и тебе это не нравится, но ты такой, ну, мне это надо. Поэтому вот, того же Ивангая, там, возьми, да, вот он ушел, красавчик пошел, там, он у него миллионов, но у него очень много этих подписчиков, он прям... Не, ну, у него очень лояльная аудитория, но я тебе вообще говорю то, что, ну, видишь, он, когда ему это стало, неинтересно, он ушел. Остановился, да, хотя не каждый сможет. Не каждый сможет, прикинь, какие бабки там терять, еще что-то, кому интересно, он ушел. Да, огромное, самое просто. Ну, поэтому я говорю, просто делай это для души, для себя, и старайся меньше именно клепать, клепать, а именно качество какое-то делай. Грубо говоря, вот посмотрел ролик такой, у меня какой был принцип? Каждый ролик должен быть лучше предыдущего. Если это не так, то нет смысла вообще выкладывать. Непосредственно в монтаже, в мыслях, знаешь, ну, вот, в разных аспектах. В музыке где-то, где-то в речи, и вот, если у тебя нет хоть малейшего какого-то изменения, то тебе нет смысла вообще выкладывать ролик. Значит, ты еще не дорос, значит, у тебя нет какого-то прогресса, у тебя какая-то стагнация идет, и все. Это такое, ну, смысл. Смысл клепать одно и то же дерьмо. Ну, да, да, да. Ты вот, это время на то, чтобы улучшить этот контент. Все. Я просто такой распиздяю, типа, всегда массовость. Я помню, еще у меня в 16 лет был канал, я чисто даже не монтировал, выкладывал, выкладывал, выкладывал. С этим только борюсь сейчас уже. Ну, я тебе говорю, то, что фишка... Качество, а не количество. Максимум информации, максимум формата за минимальное время и максимально... Знаешь, сжатая информация. Типа, не так, ты ее... Могу, шлешь, шлешь, человек сидит, там, две минуты информации. Сейчас же время скоростейшего контента, там, типа, как ТикТока, там, 15 секунд люди посмотрели. Если им там 5 секунд не нравится, они все, они переключают. Но в то же время вот популярно стало подкасты. Это вообще 2-часовая, там, вот эта вот канитель. Нет, ну, подкасты, это, опять-таки, смотря на какую тему, смотря кто. Сейчас и аудиокниги стали популярными, потому что там, пока в машине едешь, можешь подслушать. Это, ну, подкасты все равно не такой популярностью пользуются, там, как те же самые, какой-то развлекательный контейнер. Потому что подкасты все равно тяжело слушать. И не у многих есть столько времени. А 15 секунд зайти, там, поугарать над каким-то бомжом, который в ТикТоке танцует, ну, это у людей, если вы не понимаете. Ну, да, это быстро, это быстро, типа. Поэтому я говорю, здесь нужно тебе, особенно там, раньше были алгоритмы, что видос должен быть, там, больше 10 минут, поэтому все делали, там, 10 минут 1 секунда, 10 минут 2 секунды, ну, специально, чтобы алгоритмы лучше работать. Сейчас, честно сказать, я уже год этим не занимаюсь, поэтому, ну, про алгоритмы я вообще ничего сказать не могу. Сам вот буду относительно скоро в этом разбираться. Поэтому алгоритмы тоже хорошая вещь, я говорю, целая оптимизация, сам по себе кликабельность твоего значка, твое название канала, как ты себя презентуешь, как ты разговариваешь, да, и прочее, прочее. Вот от этого много зависит. Все думают, да, мелочь, мелочь, мелочь. А из этих мелочей складывается непосредственно уже цельная какая-то картина, которая у тебя уже будет дальше идти. Ну, и основное, говорю, опять-таки, вообще на это не надейся. Ну, это хобби, да, в любом случае. Да, вот хобби, относитесь к этому как хобби вообще, типа, ну, не получился херст, ну, типа. Как минимум, я, допустим, как себя успокаиваю, то, что мне будет посмотреть, что там в старости, да, такой, типа, ну, блин, посмотрю, что я делал, как я делал, пока там все хуепинали, да, а я такой сидел, что-то клипал, что-то старался. Ну, я, в принципе, так же рассуждаю. А вот над качеством, допустим, картинки, я думаю, мне говорят, там, типа, закажи рекламу, что-то сделай. Ну, пока нет качества картинки, то смысла. Нет, я тебе скажу так, знаешь, я тоже проанализировал многие каналы и понял, что, вот, допустим, то, что сейчас у тебя есть, этого прям за глаза хватает, я тебе серьезно говорю. Ну, это обычная вебка и микрофон АКГП-220, ну, и свет. Ну, у тебя вебка какая? Я не знаю, но в iMac стоит, iMac 5K. А, понял, все. Ну, смотри, я тебе говорю о том, что, вот, как сейчас у тебя есть, это вообще, вот, я тебе чисто со своего примера приведу. Раньше у меня, я просто, знаешь, сидел, у меня была вебка C270, что-то, что-то такое. А на такого дерьмового качества было, у меня был выключен свет, у меня все. Вот, знаешь, я сидел, вот, как обычный рядовой челик в рулетке. Звука не было, вот, звук свет не был кончен, я, понимаешь. Я просто сидел вот так вот, развалився, и вот так, просто сидел, херню какую-то, у него что-то развлекался всегда. И даже вот такого, что? Все равно набирало, да, получается? Да, да, даже такое людям заходил, потом я такой, ну, блин, ну, это как-то, ну, не по-профессиональному, да, да. Я взял себе, я начал включать свет, я заказал себе с Алика микрофон, там еще, ну, знаешь, потихонечку. Ну, да, да, все постепенно, поэтапно, да. Да, люди такие, типа, блин, ну, прикольно, но, знаешь, прям, вау-эффекта не было. А по итогу получилось так, что, когда я хотел видосы снимать, я снимал, знаешь, как, чуть ли не брал лампу накаливания, вот так вот, ее держу, так все, я в лицо свечу, здесь у меня стоит, ну, короче. Короче, заморачивался. Когда я желание, ты из говна и палок просто берешь. Да, я просто ставил фонарики, у меня, короче, не было света, фонарики там, типа, с Алиэкспресса ставил, чтобы хоть как-то посмотреть. Вот, вот, я тебе говорю, и люди смотрели, и людям нравилось. И сейчас там, да, грубо говоря, ты сделал там себе чуть ли не студию дома, там, все, и звук у тебя, и свет. И я просто сижу, а я не хочу записывать. А, ну, это фишка желания как-то, да. Да, да, да. Поэтому, потому что пока вот... Брет у тебя, да, пока изнутри, ты это делай. Просто вот делай, делай. И не просто, что, ну, бля, просто выложим, просто выложим. А посиди, посмотри. И всегда со стороны пользователя на это смотри. Типа, бля, вот, если бы я это увидел в интернете, мне бы это понравилось? Если ты говоришь себе, типа, ну, бля, ну да, это нормально. У меня вот нюанс в том, что нет ни одного ролика, который, типа, смонтированный. Ну, в принципе. Ну, именно, чат-билетку даже надо монтировать. Монтаж, я говорю, это основа основ. Я говорю то, что ты в 10 минут, и ты должен уложить прям вот сок, грубо говоря, 30 часов твоего контента должно уместиться в 10 минут. Ну, слушай, ну, так, может, и сделать все лучше, да, и получится расходить. Ты прикинь, ты заходишь, там, да, у тебя есть какой-то фильм «Боевик», у тебя вот, ну, прикольный, там, у него экшн-сцена есть, а потом просто вставляют какую-то сцену на 40 минут, где они просто разговаривают. Ну, бывает, да, бывает. И ты сидишь, ты уже такой, вроде бы фильм нормальный, а вроде бы ему. Ну, вот, допустим, однажды в Голливуде, но там уже невозможно смотреть, я уже потом в него взял. Да, картинка, да, типа, ну, он очень долгий его билет. Ну, вот, я тебя защучил игру, вот, ну, подумай над этим, и пробуй, и, знаешь, будь максимально нетребовательным. Типа, там, к просмотру, к этому, типа, ну, нет, окей. Да все равно, все равно. Ну, а вот фишка концепции, концепция, они мне говорят, у тебя нет концепции, там, типа, выеби, что вы сделаете. Ну, концепция, она придет, она сама придет, вот, смотри, ты, допустим, начинаешь какую-то тему, да, развивать, ты ее развиваешь. Смотришь, что, ну, один раз эту тему затронул, она тебе интересна, ты ее затронул, не нашел зрителя, второй раз, третий. Поменяй, поменяй вектор мысли, поменял там, начал вообще о другом рассказывать. Смотришь, хоп, кто-то полюбался, хоп, еще, ты опять в этом, и ты копаешь, 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 ты перебираешь, и ищешь ту нишу, во-первых, которая интересна людям, да, и, во-вторых, та, которая непосредственно, в которой ты хорош, в которой ты разбираешься, ты можешь грамотно как-то донести человек, и людям это будет интересно. Это тоже, да, одна из основных. Ну, тоже, да, нельзя вестись на толпу, да, получается, кто там пришел, что они советуют. Тоже мне говорят, играй в КС, я какой КС, мне 26 лет, типа, я буду в КС играть. Нет, ну, именно, да, я тебе чего говорю, забей, если ты особенно не умеешь играть в КС, а тебе говорят, типа, ну, играю в КС, вот ты такой, как бы, блядь, а зачем она мне сидеть просто, как на рака, чтобы на тебя смотрели, они тебя еще больше захейтят и уйдут. Нет, здесь все зависит от твоего желания, они тебе могут непосредственно какие-то подсказки давать, да, там, направлять, еще что-то, идеи кидать, ну, конечное решение принимаешь ты, ты принимаешь, что тебе интересно, что тебе нет. Ну, да, а то просто советов много, кто-то говорит, типа, повесь Навального, я такой, блядь, что вы хоть несете, какого Навального? Нет, 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 я же говорю, я просто, вот, у меня первые комментарии, которые были там на Ютубе, мне там тоже многое, что писали, а я сидел, я такой, ну, просто угорал себя. И мне даже кто в жизни там, знаешь, что только не говорили, тоже там, вот тебе вот это бы, вот тебе вот это вот. Да, да, я все советую. И слушаюсь, но я сам понимаю, что, ну, в принципе, допустим, хорошая идея, или в принципе, ну, что, я херню говорить, а я такой, типа, делал вид, да, да, хороша. Ну, да, чтоб тебя не обидеть. Ну, я понял, короче, все равно свою какую-то линию надо гнуть. Типа, если ты... Да, свою линию. Все-таки это же души, в основном. Ну, и так же ты прощупываешь сорную почву, да, ты, грубо говоря, блядь, если тебе там нравятся мадагаскарские тараканы, и ты, блядь, про них будешь сто выпусков снимать, ну, тебе это интересно, но, поверь людям, это не особо интересно. Но ты же не увлекаешься только мадагаскарскими там тараканами, у тебя есть еще какое-то. Ты начинаешь в том направлении, чтобы тебе тоже было интересно, но ты все равно меняешь на проблеме, ищу большую аудиторию. Короче, расширяешь, в общем, то, то, то... Да, 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 да. И как минимум, знаешь, в этом, в чем будет преимущество, даже если ты не выиграешь там какие-то просмотры и прочее-прочее, ты выиграешь, самое лучшее, это ты вырастешь как личность. Ты будешь стараться, развиваться, и со всех сторон это плюс будет. Хочешь ты этого, не хочешь. Если ты будешь в какую-то заезженную тему, как, знаешь, артист одной роли, ну, тебе зачем? Ну, да, есть такая фишка. Ну, подумай тогда этим. Ладно, я спать пойду. Давай, спасибо тебе большое за общение. Слушай. Давай, счастливо. Давай, удачи, все. Спасибо. Спасибо.